Субтитры создавал DimaTorzok С умственными нарушениями Они только об этом и думают Ни о чем другом В общем, все это мифы Абсолютные мифы И я думаю, что мы все это понимаем Все наши с вами дети, воспитанники Такие разные, как все другие люди Они все разные Да, со своими особенностями Но они все разные И их под одну гребенку Вот так вот какое-то мнение О них создавать Боже упаси, нельзя И прежде чем мы начнем говорить Сразу же несколько очень важных Таких вот Первое важное замечание Уважаемые специалисты Если вы собираетесь заниматься Этой темой Обязательно Оговорите это с родителями Не подставляйте себя Уважаемые родители Если специалист начнет заниматься С вашим ребенком этой темой Возмутитесь, пожалуйста Потому что это ваш ребенок И мне кажется Я совершенно уверена Что есть вещи Которые Вот являются ваши прерогативы Это родительское дело Если родителю никак Конечно, здорово Если есть такой специалист Который поможет Если бы У нас с вами Половое воспитание Было в системе образования Российской Федерации Никто бы родителей не спрашивал Есть физика, химия, биология И есть половое воспитание Ты идешь в школу И получаешь свой предмет Сегодня в системе образования Российской Федерации Этого предмета нет И потому это все очень Вот знаете Очень зыбко Впрочем, этого предмета Почти никогда и не было В системе Российской Федерации Или Советского Союза Ну, были, были периоды Когда это было И кто-то прошел через это Через этику психологии И до этого Еще вот Сразу послевоенное время Были такие Вливания в систему Когда этот предмет Благополучно приходил И благополучно уходил Сегодня его нет И Вот опять же Это нам важно Почему я каждый раз Об этом говорю Чтобы мы с вами поняли Что наши с вами дети Не в каком-то Особым положении находятся Мы все находились И находимся В таком положении Кто занимался вопросами Полового воспитания Никто Никто Мама в лучшем случае Чудесная мама Подружки занимались Наверное здорово И друзья на улице Хороший классный руководитель Который классные часы Проводил для девочек И для мальчиков И еще приглашал врачей Наверное было То есть Надо было Все понимали Что вроде как надо Но Системно Этого не было И нет Но Отличие какое Мы с вами Книжку прочитали С подружкой пошептались И мы с вами Какую-то информацию Худо-бедно По жизни Что называется Получили Худо-бедно Действительно Бывает худо Я Буду сегодня Достаточно много Цитировать И сегодня Живущие женщины Кто постарше Я разговаривала С ними Говорили Ой я была уверена Что я не забеременею Потому что Да я же на спине Лежу А если я во время Близости Со своим мужем Лежу на спине Я точно не забеременею Говорит мне Обычная Здравая Рождившая Двух детей Женщина И А что говорить О наших с вами Ребятах Которые Не просто Не могут Получить информацию А если даже И получат ее Они ее вывернут Так что Нам с вами Мало не покажется Поэтому Ничего Как бы Особенного В этой сфере Не происходит Так Я теперь Должна знать Что мне Делать Где мне Переводить Слайды Чтобы я не Совершила Первую Просто пробел Ага Хорошо Вот И И еще Есть одна Очевидная Вещь Она тоже Объяснимая Почему у нас С вами Такая беда Потому что Мы с вами Вот живем здесь В нашей Любимой стране И у нас Есть культурные Традиции И в культуре Российской Русской Всегда была Эта тема Вот Ну Не открытая Они не говорили Мы с вами Живем В большинстве Своем В Православной Вере У нас Основное Да Поле Это православное Что такое Православие Это Об этом Не говорим И отношение Ко многому Определяется Именно Нашими Конфессиальными Делами То есть Православными Третья причина Почему у нас Такая ситуация С этим Это наш с вами Русский язык Здесь все Логично Язык Отражает Наше сознание И если Наш язык Наш Русский язык Не выработал Языковые Нейтральные Средства Для Этого Это значит Что Этого Еще не Стало Нейтральным И Как бы мы с вами Не пытались И не старались Мы ничего Не придумаем Родители дома Могут говорить С детьми На любом языке Это право Родителей А вот Мы с вами Специалисты Не имеем права Говорить на любом языке Мы с вами Должны Разговаривать С маленькими Или с большими Грамотным языком И неуменьшительно Ласкательным А языка Этого У нас с вами Нет Да Уважаемые Специалисты Самый Вот простой Пример Вот Мужчина И женщина И на каком-то Этапе Когда уже Там мы Много-много-много Говорили С учеником Вот Даю я ему Такую Вот картинку Она вот В этой книжке Копирую Здесь Вторичные Половые органы Мужчины И женщины Говорю Вырежи И приклей правильно И напиши Или скажи Как это называется Ну и вот Пошли Значит Вот вырезали Вырезали И приклеили Эту картину Чаще всего Это конечно Бывают Сиси Или сиськи Да Почему-то Грудь Говорится Редко Ну значит Мы тут же Вводим В словарь Хорошее слово Грудь Потом вырезали И правильно Приклеили Эту картинку И сказали Что это Грудь Конечно У мужчины Это тоже грудь Потом вырезали И приклеили Эту картинку И сказали Что это Не слышу Пенис Наверное А еще Что это может быть Член Может быть Но сказали Но сказали же Сказали А потом вырезали И приклеили Эту картинку И сказали Что это Нет словах Песе Песе Это Конечно Сказали Именно так Я Почему Я почему Это вам Показываю Понимаете Это Это преграда Это преграда Потому что Потому что Нет Нейтрального Слова Слово Пенис Стало Худо Бедно Допустимым И наш Язык Произносит Потихонечку Его Да Вроде как Не очень Мы Смущаемся Произнося Или слыша Это слово По поводу Женских Гениталий Все гораздо Сложнее Слово Вагина Для нас Является Нейтральным Пока Нет У нас есть Медицинская Терминология У нас есть Огромное Количество Грубых И непристойных Ругательств И у нас В каждой Семье Наверняка Есть свой Язык Семейный Который Имеет Право Быть Но Мы Специалисты Не имеем Права Использовать И если Писия У трех Четырех Пяти Ну шести Ну даже Семи Ну восьмилетние Девочки И мальчика То дальше Это уже не то Дальше нельзя А что можно Не знаем И никогда Пока Язык сам Не выдаст Это слово Или не сделает Его нейтральным Ничего не будет В общем Пока наше сознание Не изменится Ничего не поменяется Мы находим Способы Все чудесно Находим Мы едем В поход Мы живем В лагере Мы говорим Девочкам Надо подмыш Между ножками Помыть Да Мы же найдем Эти эфемизмы Но это действительно Преграда И это действительно Сложно Ну то что Все Индивидуальные Да Мы с вами сказали Поэтому тут И говорить нечего Вот А вообще Мне очень важно Чтобы мы все Понимали Что сексуальность Это то Что нельзя Отодвинуть И сделать вид Что я этого Не замечаю Потому что Ну вот Есть потребности Человека Есть физические Потребности Да Мы Витальные Жизнь То без чего Мы не проживем Вот Без кислорода Ну если не будем дышать Если не будем Пить Есть потребность Движения Это особенно Для маленьких Родителей Маленьких Да Мы же знаем Что если Ребенок не будет Маленький Как моторчик Двигаться Это тоже Опасно для жизни В прямом смысле Опасно для жизни Поэтому Наше с вами Раздражение На малышей Которые Вот такие Оно необоснованно Это мы с вами Хотим сидеть И расслабиться И И без движения Они должны Двигаться И поэтому Когда в школе На переменах Особенно Первоклашек Заставляют ходить Парами Благочинно Это величайшая Педагогическая Психологическая И всяческая ошибка Они должны бегать Так вот Сексуальные потребности Это из той же серии Поэтому Их нельзя Задвигать Их нельзя Не замечать У нас есть еще И другие потребности Они не менее важны Мы просто Сейчас нет времени На них останавливаться Но мы просто Должны понимать Что потребность В эмоциональном тепле В общении Потребность Вот в самореализации Это тоже потребности Человеческие Чрезвычайно важные Вот Ну что у нас Получается С нашей с вами Темой Все подростки И наши с вами В том числе Будут эту тему Вот готовы Готовы с нами Разговаривать А проблема в том Что у нас Взрослых Очень мало Тех Кто готов С ними Об этом Говорить По большому счету Половым воспитанием Мы занимаемся С самого начала Еще не родился человек Половое воспитание Пошло Да Мы же покупаем Эти распашонки Пеленки Голубые Розовые Мы же покупаем Машинки Куколки Мы же Произносим Эти дурацкие фразы Там Не реви ты Не девчонка Да Ты же Ну дурацкие Понятно почему Да Пусть ревет Но все равно Мы воспитываем Воспитываем Вроде как Мы там И платьицы Надеваем И штанишки Надеваем И в школе Мы занимаемся Этим Потому что Гигиена Это половое Воспитание Мальчиков Учат быть сильными Помогать девочкам Половое воспитание Проблема в том Что мы в полном Объеме Не занимаемся Половым воспитанием Потому что Это пока Можно не смотреть Потому что Половое воспитание Вот очень сразу Хочется нам с вами Определить Если я начерчу круг И Обзову Там внутри Напишу Что это Половое воспитание То в этом круге Будет сектор Один Сектор Который будет Называться Сексуальное Просвещение Да ведь Вот Поэтому Вот Этот Некоторые Этот сектор Считают Всем Половым Воспитанием Что абсолютно Неправильно А некоторые У некоторых Выпадает Этот сектор Из полового Воспитания Что тоже Неправильно Потому что Это Важнейшая Не единственная Но очень важная Часть Полового Воспитания Дмитрий Николаевич Исаев Покойный Это профессор Доктор Медицинских Наук Он Еще В 80-е годы Вот Того века Начал писать Хорошие книжки Если вы найдете Его книжки Дмитрий Николаевич Исаев Где говорил о том Что Детям Детей С умственной Отсталостью Надо обязательно В этом отношении Просвещать Вот он Сделал такую штуку Которая называется Оценка уровня Психосексуального Развития Ребенка Проверьте Для себя Вот Мы иногда Не отдаем В этом отчет А вообще Понимает ли Мой воспитанник Или мой ребенок Кто он Мальчик Или девочка Потому что Вот Родители Говорили Некоторые О том Что Вы знаете Да Действительно А я даже не знаю Она понимает Или нет И тут Вот в соседнем Это было не здесь В соседнем Помещении Как раз Так же Как и у вас Сейчас там Занимались Молодые люди И мне Эта мама Показала Эту девушку Коротко-коротко-коротко Стриженная девушка В штанах Таких спортивных В свитере И я подумала Что я не удивлена Тому Что мама не уверена Что девушка Не осознает себя Как девушка Ну как девочка Как женщина Это очень важно Очень Вот эта Половая Половая идентичность Она должна быть Сформирована Потому что Человека Как такового Нет Мы с вами Либо тетеньки Либо дяденьки Полуролевое поведение То есть Каждый Должен вести себя В соответствии Со своим полом И если сейчас У нас Говорят Все больше И больше Об универсии Это Ну есть такое Но мы все равно С вами разные Вот Мы мужчины И женщины Разные И наши женщины С вами Короткие стрижки Отличаются От коротких Стрижек Молодых Людей И наши с вами Брюки Отличаются От их брюк И эти Пуговички У нас с вами На другую сторону Все на другую сторону Потому что И ботиночки Которые мы с вами Носим Вроде как Мужские Да Они все равно Немножко не мужские И ведем мы себя Вот Природа Ну не попрешь Что называется Против природы И потому Поведение В соответствии Со своим полом Видно Когда нарушены Мы же говорим Про девушку Так грубовато Такая Грубовато Про молодого человека Мы можем сказать Какой он женственный Эти различия Остаются Я уж не знаю Что с человеком Будет через Десятки Сотни лет Кто знает Куда заведет Нас с вами Природа Или мы сами Сделать Третье Это Достаточно ли Человек Информирован В вопросах Пола И вот здесь Сто процентно Все зависит Только От Окружения Нашего С вами Воспитанника Или ребенка Как я уже Сказала В начале Он получит Или не получит Информацию Или получит Ее в таком виде Что нам с вами Мало не покажется Он такое выдаст Что мы с вами Только руками Разведем Поэтому Достоверную Научную Поднятным языком Данную Вовремя поданную Информацию Это Вовремя поданная Информация Это наша С вами Зона ответственности И если Что-то не так Мы Должны Корить Только себя У нас Вот У нас С вами Даже здесь Сидящих В этой аудитории Очень разные Дети Воспитанники Как там Мы их называем Они все разные Кто-то сидит В интернете Кто-то Не сидит В интернете Кто-то Смотрит Телек Все Что хочет Кто-то Нет Потому что Есть Цензор В виде Родителей Не знаю Кого Кто-то Читает Или смотрит Какие-то Книжки Кто-то Не читает Потому что Не умеет У кого-то У кого-то Есть друзья Такие Более Просвещенные Что-то Ему Такое Скажут У кого-то Нет Понятное Дело Что все Они Разные Поэтому Информированность В вопросах Пола Вот как Мы дадим Так и Будет Вот только Так Здесь Все Все на Нас Лежит И Еще Четвертый Критерий По уровню Оценки Психосексуального Развития Это сексуальные Проявления Человека Но которые Должны быть Ну что Называется Адекватными Как это Проверить Я делала Это Несколько Лет Назад Брала Там 30 человек Уже Таких Достаточно Взрослых Я просто Спрашивала Кто это Мальчик Или девочка Кто это Ну для тех Кто говорит Есть же у нас С вами Неговорящие Безвербал Безвербальной Речи Молодые люди Там Покажи Где девочка Где мальчик Они все хорошо Говорят Это Это тетя Это дядя Или это Мужчина Это женщина Это мальчик Или девочка Откуда знаешь Почему так решил Там У девочки Волосы длинные У мальчика Короткие Потому что Признаки пола Внешние Это же Одежда Прическа И вторичные Половые признаки По одежде Чудесно все говорят Девочка Потому что В платье Девочка Потому что Туфли Там Мальчик Или дядя Потому что Брюки Все нормально И здесь говорят Тетя Дядя Или Женщина Мужчина Редко А почему Ты так Решила И все И все Попробуйте Ну только Сразу Не надо Еще делать В какой-то Различия Слов Слов нет У них Для обозначения Этого Хорошо Еще Что Так Видели Один молодой Человек Сказал У женщины Фигура Другая Чудесно Даже Это Увидел Но Когда Один Молодой Человек Чем Они Отличаются У женщины Пениса Нет А это Был 16-летний Молодой Человек Я Поняла Что Все Очень Плохо С Нами Я Не говорю Сейчас Про Родителей Это Другая История Там Был Запрос От Родителей По Разговору С ним На Разные Темы Но То Что 16-летний Юноша Который Увидел Что У женщины Другая Фигура С удивлением Обнаружил Что У женщины Нет Пениса И Задал Мне Вопрос Трех Четырех Летки А как Она Писывает Как Они Женщины Писывают На Только На Нашей Значит Никто До него Это Не Донес И Это Может Ну Это Просто Не знаю Как Как Это Расценить Поэтому Вот Такие Опросы Посмотреть Можно Сделать Но Я Вот Все Что Я Говорю Я Вас Очень Прошу Проецировать Будете Работать Потому Что Сразу Ж Давайте Договоримся Я Я Вас Очень Прошу С Пониманием Отнестись К тому Что Все Вот Что Я Например Сегодня Буду Говорить К Кому То Имеет Полностью Отношение Кому То Это Не Нужно Но Потому Что Человек Вот Еще Далек От Этого Это Все Настолько Индивидуально Что Каждый Пожалуйста Вот Слышав Все То И Видя Все То О чем Я Говорю Примеряйте На Своего Ребенка На Своего Подопечного И Попытайтесь Почувствовать К чему Он уже Готов Что Ему Уже Надо Что Пока Не надо Или Вообще Не надо Наши С вами Ребята Они Такие Разные У них Паспортный Возраст Один У них Физический Возраст Может быть Другим Их Психологический Возраст Может быть Третьим И вопрос И на какой же Возраст Ориентироваться Да не на возраст Ориентироваться А на него Вот он Перед тобой И если ты Внимательный И чувствующий Родитель Если ты Педагог Пытается Почувствовать Своего Ученика То ты Где-то Будешь Уже Понимать Ага Вот это Можно Это сейчас Он спросит И скоро Скоро Он подошел К этому Об этом Еще Он не спрашивает Но я вижу Что надо ему Сказать Чтобы предупредить Я думаю Что это и есть То самое Педагогическое Мастерство Сколько мам уже Здесь Мамы ведь сидят Да Есть же Мамы И кто постарше Мы тоже К называемым Обычным Деткам Вот С тем же Подходом Идем Я когда Мне подарили Книжку Откуда Берутся Дети Значит Моей старшей Дочери Было Шесть лет Мне ее Подарили Наш друг Я сказала Ой Сейчас я уберу Ее пока И тут В кухню Вошла моя дочка Так вот Бросила взгляд На эту книжку И сказала А я это уже читала И я поняла Что мама Опоздала То бишь я Поэтому Вот этот момент Если ты Вот родитель Который Думаешь Об этом Пытаешься Как-то помочь Ребенку Мы же все Должны отследить У любого Вот Если мы говорим О содержании Работы По половому Воспитанию Ну Вот я Про этот круг Сказала Да Там Должны быть Обязательно Все аспекты Они Равноважные Если мы Говорим О Такой теме Как Ну например Половой акт Какой это Аспект Работы По половому Воспитанию Все вместе Кто-то говорит Физиологически Конечно Физиологически А как тут Без этого Но если Половой акт Это чистая физиология Это очень печально Да Значит Это конечно же Психологический Аспект Потому что Это очень много Внимания Друг к другу К чувствам Друг друга Это социальный Аспект Потому что Этим нельзя Заниматься В любом месте Где тебе Захотелось Так у людей Не принято Это интимный Акт Но есть Тема Которая Однозначно Имеет Большое Отношение К какому-то Одному Аспекту Как выражать Свои чувства Я хочу Показать Свою любовь Это наверное Больше Социальный Или психологический Аспект Гигиена Это больше Физиология Но имеет Прямое отношение К социальным Контактам Если у меня Неприятно пахнут Ноги Со мной Никто не захочет Общаться Тут все конечно Взаимосвязано Это просто к тому Кто будет планировать Такую работу Чтобы она не Получилась Однобокой Надо обязательно Думать обо всех Аспектах Они все Очень важны Я Вам Оставлю Здесь На рабочем столе Я к большому Сожалению Не могу Оставить Живую книгу Ничего страшного Вот эту Очень много Из того Что я буду говорить Есть вот в этой Книжке Вот Это Книжку Которую мы Выпускали С питерским Институтом Рауля Валенберга Университет Рауля Валенберга Да Она как раз Вот выпустилась На После Большой Работы В течение Которой Была возможность Изучить опыт Дании Швеции В этом Отношении Я попыталась В этой книжке Собрать Весь мой Опыт Собственный Который Вот У меня есть Во время моей работы В центре лечебной педагогики Я такие занятия Провожу И плюс Еще зарубежный опыт Очень много Зарубежного опыта Мне удалось Увидеть Почитать Посмотреть Поговорить У наших немецких коллег Ну просто потому что Контакты хорошие Вот У меня правда Последняя книга Я не могу Просто вам ее дать И Вообще вот И оставить Я вам могу Только мою часть Потому что Это авторские права Да То есть Все что Мое Я вам оставлю Здесь Я могу Распоряжаться этим Так вот Я не знаю Вы пробовали? Все мои экземпляры Которые у меня были Я раздала Я думаю Я думаю Что есть Очень душно А здесь Холодно вам будет Да Наверное Попробуйте А вы В Оленберга Обращались? Нет Да Ну мы потом Попытаемся Может с кем-нибудь Переиздать ее Но суть в том Вот Посмотрите Какие темы Там прописаны И я вас Призываю к тому Чтобы не отбрасывать Вот эти Казалось бы Не имеющие Прямого отношения К сексуальности Вот эти темы Познаю Познаю себя Вот Девушки И про И про то И про то Как себя ведут И какие части тела у нас одинаковые И чем мы отличаемся И пользоваться парфюмерией и косметикой И ухаживать за собой В общем это все чрезвычайно чрезвычайно важно И имеет самое прямое отношение к теме полового воспитания И вот эти все признаки взросления От которых стыдно говорить До сих пор падают в обморок девочки Когда например приходит менструация Сегодня Случается это Уверяю вас Даже трудно в это поверить Это все очень важно И кто-то к себе не подпускает никого А кто-то лезет обниматься с первым встречным Это значит принятие телесного контакта Должно быть социально приемлемым А право сказать нет Это прямая защита себя Потому что наши с вами дети Привыкли жить по нашим указаниям Сказал, сделал Вставай, одевайся, завтракаем Уходим в школу Идем на занятия Закончили Сели, встали Они живут так Они живут по приказанию И они привыкли И потому они выполнят по большому счету Любое приказание А приказание Это я так грубо говорю Это может быть просьба Нежная, ласковая просьба От которой никто не откажется И конечно же Это тема семьи Конечно же Это моя роль в семье и обществе Это мои права и обязанности Безусловно Это моя безопасность И наконец темы Которые касаются индивидуально Каждого Только индивидуально Если предыдущие темы Они могли быть Разобраны Что называется В каком-то групповом формате С несколькими молодыми людьми Или девушками То вот это конечно индивидуально Девочки не должны бояться Идти к гинекологу Молодые люди к урологу А мы все знаем Что такое первый опыт Дан этого кресла Это придешь в ужас Если ты не понимаешь Что тебя ждет Значит мне надо побыть одному Так деликатно Рецензенты попросили назвать Тему самоудовлетворения Половой апт Контрацепция Инфекции Передающиеся половым путем Беременность и роды Вот все эти темы Вот здесь они Ну не то чтобы прописаны Я так бы не сказала Они чуть-чуть разобраны Я постаралась сделать вот что Тема С какой целью проводится занятие Вообще рекомендации О чем говорить Какими материалами пользоваться И самое главное Очень много рабочих листов Мы все знаем Что человек с умственной отсталостью Ему мало слова Ему нужна наглядность Ему нужна помощь Дополнительная опора Поэтому Когда я даже сейчас говорю Мы говорим об этом Это фигурально выражаясь Потому что говорить мало Сюда сказал Отсюда ушло Все что мы делаем С нашими ребятами Это надо Сказать Это надо Потрогать Что называется Проиграть Ролевых Ситуаций Которые проигрываются В ролевых играх Они вот прям везде идут Понимаете Везде Это нужно посмотреть Прорисовать Там Вот Все что Это нужно потрогать Это вот То Гальперинское Который да Говорил Что это Все Чтобы это стало Твоим знанием Нужно Чтобы это Сначала Вот Прошло Через тебя В прямом смысле Я Сейчас Постараюсь Очень быстро Но Все таки Вот Не выбрасывая Показать вам Принцип Работы С нашими ребятами Вот На основе Таких Подобных Рабочих листов Я Я вот Эту презентацию Оставлю И их можно Просто распечатывать Будет Вот Вот смотрите Мы начинаем Всегда с того Что Мы пытаемся Чтобы наши Молодые люди Девушки Подростки Кто угодно Они больше себя Узнавали Они не знают себя Пусть они покопаются В себя И вот Там Меня зовут Так-то Я А дальше Они пишут Мальчик или девочка А может быть Это уже Юноша Девушка А может быть Это мужчина Женщина Это опять Целая тема Для разговора И для этого Есть В любых Уже Ну почти в любых Современных Книжках Из серии Человек Или откуда Берутся дети Вот помните Там эти рисунки Маленькие Побольше 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 И там он И рост Значит И фигура Увеличивается И волосы И на лице И на теле Это все сейчас Можно найти Это показано Кто я А какие у тебя глаза Это потрясающие занятия Попробуйте Зеркало Он смотрит Или она Свои глаза Или друг дружку Мы смотрим Друг дружке В глаза А потом Словарь Как увеличивается Коричневые у меня глаза Нет такого слова В русском языке Для обозначения глаз Да Мы говорим Корее глаза А какие у меня волосы Длинные Короткие Прямые Кудрявые Русые В словаре нет Ты брюнет Блондин Шатен И так далее Это необыкновенное Обогащение Словаря Приведение Его в соответствие С нормой А самое главное Они обращают На себя И друг на друга Вот это Внимание На эти мелочи Которые им помогают Всегда так было Вот ни одно занятие По-другому Не было Знаете Как-то Себя Вот немножко По-другому оценить Я важный Я вот Себя лучше знаю Ага У меня оказывается У меня Я оказывается Шатен У меня оказывается Зеленые глаза А еще у меня нос Какой Прямой Курносый С горбинкой Картошкой Что там еще Скажешь Не знаю Длинный Короткий Совершенно верно Вот он у меня Оказывается А губы Вообще слов нет Кроме как Толстые и тонкие Никто ничего не говорит Да А давайте посмотрим Мы и на себя смотрим И друг на друга А вот это Вот это Вообще потрясающее Открытие Это отпечаток Моего пальца В бухгалтериях Есть у них Эти Подушечки Да И если мы Поставим отпечаток И когда они Узнают Что никого В этом мире Нет С таким же Отпечатком Пальца Ты один Ты одна Вообще Во всем мире Это Опять Потрясающее Открытие Что я Такой Уникальная Уникальная И это Необыкновенное Возрастание Самоуважения И самооценки Что для наших С вами ребят Чрезвычайно важно Мне столько-то лет У меня тогда-то День рождения Я люблю то-то Я не люблю то-то Я умею то-то Я не умею то-то И вот когда Это все Начинает Вслух Произноситься Размышляться Я не люблю Когда меня Бьют Говорят Во время занятия Молодые люди Я не люблю Когда громко Ругаются Это Это уже О многом Говорит И Вы знаете Вот когда Это все происходит Мы еще брали Обыкновенный Современный Телефон Который Почти каждый Имеет диктофон И каждый О себе Рассказывал Вы можете Себе Представить Что происходило Это Смущение Это Коряв Какие-то там Мямления Про себя Прослушивали себя Ой как плохо Ничего страшного Я сотру это Давай еще разочек И человек Еще разочек Это делает Ну ваши-то Театралы Наверняка Уже это могут Делать по-другому А в массе своей Они не привыкли Быть важными И они себя Слышат Они смущаются Они охают И ахают Нет-нет Сотри Это так плохо И мы много раз записываем Пока человек Не становится доволен Тем что вроде как Ничего Это важно Вот кто мне сегодня Сказал Что услышал Да Что для меня Это было Шок Мы с ребятами Ну у нас есть Немецкая школа Партнер 25 лет Мы вместе И мы Достаточно часто Обмениваемся Школьниками Их ребятки Приезжают к нам Наши ездят туда Это точно Такая же школа Точнее мы Точно такая же школа Как их школа Для детей С тяжелыми Множественными Нарушениями развития Когда я туда Первый раз попала В 93 году Для меня это был Шок Почему? А потому что Дети у нас Одинаковые Вот по Медицинским диагнозам А на самом деле Они разные Во-первых Те говорят Почти все Ну Процент говорящих Детей Намного больше Чем наш Во-вторых Ёлки-палки Они такие И точно знают Что они хотят Они побежали Туда Сюда То есть Они умеют Организовывать Свое время Я приезжаю Точно так же Как и мои коллеги Садимся в круг Они все Рассказывают о себе Меня зовут Так Там мне столько лет Я живу В таком-то городе На такой-то улице Я люблю Это и это У меня там есть Брат и сестра Все Больше ничего не надо А наши Приехавшие Даже если говорить умеют Ничего не могут сказать И мне было так жалко Наших ребят А когда наступает Свободное время Они стоят и смотрят На нас На педагогов Потому что они не знают Что им разрешать делать Потому что они Привыкли жить По указке Они не умеют Организовывать Свое свободное время И потому задача Кстати Организации Своего свободного времени Одна из главных задач Которая стоит У нас в школе Хочешь валяться На диване Валяйся Только прими Это решение Вот сейчас у нас Квартира Сопровождаемого Проживания Одна из задач Это учить Организовывать Свой досуг И коллеги Которые там работают Так и говорят Вначале Когда мы говорим Ну что У нас выходной Что делаем Вариант был один Смотрим телевизор И понадобилось Очень много времени Чтобы показать Что есть боулинг Есть прогулка Есть пикничок Есть Санкт-Петербург Есть кино Есть парк Есть в конце концов Ничего не делание А просто валяние На диване На кровати На которое Ты имеешь право Потому что у тебя выходной Длительный Многомесячный Процесс Чтобы Можно было Выбирать Это все Чрезвычайно Вот такие Моменты Важные Для любого Взрослого Человека И Вот когда Они учатся Себя Представлять Когда они Познают Себя Это все Увеличивает Чувство Самооценки Конечно Чрезвычайно Важно Для публикстата Все изменения Которые Происходят С телом Здесь Смотреть Или Индивидуально Работать Не индивидуально Потому что Если у девушек Растет грудь Может неплохо Молодым людям Знать Что не надо Пихаться Рукой в грудь Потому что Это очень больно Может они Должны знать Это Но это все На ваше усмотрение Если эта работа Идет Вот в группе Надо ли Знать Молодым людям Что у девочек Есть менструация На ваше усмотрение Может быть Это неплохо Может быть В какой-то группе Вы почувствуете Что нет Не надо Все чрезвычайно Индивидуально И Мы Сидим И говорим Вот У тебя часто Меняется настроение Ты часто Не нравишься себе Да Ты ссоришься Очень часто С родителями Сейчас И с другими Тоже Ты Хочешь часто Быть один Ты противный Да Такой Еще прыщи На лице Выскакивают Совсем Все плохо Ничего Все нормально Это не только С тобой происходит Это происходит Со всеми То есть Все хорошо Это значит Ты растешь Ты становишься Взрослым Только давай Постарайся Вот Постарайся Прыщи пройдут Постарайся Не ссориться Постарайся Не конфликтовать Ты же знаешь Что это Временно И все Будет Скоро Хорошо Теперь Чувства Я так Бегом Бегу Чтобы к самому Главному Подойти Там Хватило нам Времени У людей С умственной Отсталостью Страдает Абстрактное Мышление Да Мы это знаем Поэтому Хорошо бы Все Переводить Ну Они все Разные У нас Ребята Конечно Все Очень Разные И все Равно Хорошо Будет Переводить На уровень Там Наглядно Действенного Ну Наглядно Образного Может быть Вот Например Чувства Как ты Объяснишь Все Понятия Чрезвычайно Абстрактные Да Как ты Объяснишь Что такое Стыдно Только Через Конкретику Что Такое Стыд За пример Непринятое в обществе Очень сложно Мне кажется Да Конечно Через Я думаю Что это хорошо Делать Через Конкретные Примеры Когда Кровь бросается В лицо И хочется Скрыться Срочно Мы говорим Из-за чего Мы говорим Что такое А попробуйте Через Конкретику Ты бежишь У тебя Лопнула резинка И штаны Упали Хулиган Хулиган Снял с тебя Но там гнев Скорее И стыд И гнев Я попыталась Это сделать Может неудачно Но вот я попыталась Например Написать Что Стыд Это Когда ты Достаточно Взрослый человек Бывает же Всяко Или подросток Описывался ночью Ты понимаешь Что Ты Описывался И так Стыдно Стыдно Но все Очень индивидуально Вы знаете Своих ребят Лучше Или Страх Так Очень страшно Когда гремит Гром Когда сверкает Молмия Или Что там у нас Ненависть Ненависть Ты можешь Испытывать Страшную ненависть К отцу Подруге Когда узнаешь Что он Ее бьет Такие Жуткие Примеры Конечно Но Вы может быть Найдете Более Подходящие Для вас Или Ревность Когда Твоя лучшая Подружка Разговаривает И смеется С другой Девочкой Или Печаль Когда умерла Твоя бабушка Я просто хочу Показать Что может быть Через конкретику Нашим ребятам Будет Проще Понять Эти достаточно Сложные Абстрактные Понятия Которые Обозначают Наши чувства Это уже классика Обязательно Нужно работать С картинками Где мимика Человеческая Да Потому что Очень часто Наших ребят Мимика Такая Не очень Подвижная Своё состояние И потому Это надо Тренировать 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 Не бояться Это делать Вот Дальше Идут Вот если По той схеме Которую я вам Вначале Показала Идут Темы Да Там Дружба Помните Чувства Дружба Симпатия Любовь Вы понимаете Да Что это не одно Занятие Это не один Разговор Об этом Можно говорить Вообще Бесконечно Пока не поймёшь Ну не бесконечно Что да Где-то вот Мы это услышали Поняли Кто такой друг У вас Вот здесь Я прочла Чудесные Чудесные О дружбе Маленькие Такие вот Высказывания Ребят Круга Вот оно Вот оно Там тоже так И точно То же самое Что там Я пишу Это тот С кем мне будет интересно Кто мне всегда поможет Кто всегда защитит С кем можно Вместе радоваться С кем мы вместе Гуляем Кто ждёт тебя После уроков Там или после работы Всё через конкретику И там у вас тоже Есть такие Интересные Ребята говорили Вещи Через конкретику Жизнь непрекрасна Не только прекрасна Вы можете И жизнь Есть жизнь Твой друг Может перестать Был твоим другом Надо учиться Это принимать Всякое бывает Жизнь не кончается На этом Кто-то Захотел дружить Не с тобой Ну что же Бывает Горько Но бывает Очень трудная тема Любовь Молодой человек Синдром Дауна Говорит мне Я Я Я значит Люблю Марию Ивановну Словную Я на ней женюсь Я ему говорю Нет Ты не можешь На ней жениться Потому что Она замужем Ну и что А она разведется Со своим мужем Такой знаете Просвещенный Молодой человек И она Женится на мне Я ему говорю Так ты спросил Марию Ивановну Может быть Может быть Она тебя Не любит Нет Любит Я же Ее люблю В общем Никакие аргументы Не помогли И я В конце концов Выдала ему Очень неправильный Ну недостоверный Аргумент Сказав что Ученики На своих Учительницах Не женятся Вот Ну ладно Я посчитала Что это Наверное Можно сделать И тут же Мы говорим Ты можешь Ее любить Конечно Здорово Что ты ее любишь Здорово Ты любишь Свою маму Бабушку Да Я очень надеюсь Говорю я ему Может быть Ты и меня любишь Да Вот и ее Ты можешь Точно так же Любить Это замечательно Что ты любишь В русском языке Слово любовь Очень многозначна Мы любим спать Мы любим картошку И мороженое Мы любим свою работу Мы любим свою собаку И кошку Мы любим маму И папу И мы любим Еще Вот Любим И потому Вот эти разные Любови Они Вот это слово Нам иногда Вот эта многозначность Русского слова Любовь Она нам иногда В ситуациях Когда наши с вами Ребята Начинают говорить О той самой Взрослой любви Да Это уже Любви Мужчины И женщины И здесь И здесь Бесконечные Можно вести беседы По этому поводу И они важны И вы знаете Очень все происходит Интересно Потому что Любовь Вот я люблю Катю Да Там Говорит он мне Там Или Машу Не важно Кого Я люблю Машу Здорово А как ты покажешь Ей что ты ее любишь Я все время Привожу этот пример Классический Я пойду В магазин Когда Катя Пойдет в магазин Я встану Около входа Ну выхода И подожду Пока она выйдет С двумя тяжелыми сумками И я тогда возьму Эти две сумки И донесу их до дома Абсолютно корректно Да вообще Классно Есть только одно но Я точно знаю Что ни Катю Ни его Одного в магазин Никогда не отправят Но эти представления У него абсолютно правильные Только завтра Он встретит Катю Утром в школе И я ему говорю Слушай Завтра же Катя В школу придет Ты встань У входа в школу И скажи ей Катюш Доброе утро Я так рад тебя видеть Потому что Ну все психологи знают Есть пять языков любви И слова Это один из языков любви Значит мы учим Говорить эти слова Ты самая красивая Ты самая добрая Ты самый сильный Ты самый Не знаю какой Чудесный А есть другой язык любви Это подарки Сорви цветочек На полянке И подари ей Эту ромашечку Она будет счастлива И вот это Кстати Отличная тема Для огромного количества Занятий Что можно подарить Предмету Твоей любви Как это оформить Вот мы прям тут Выбираем Так Мы подарим Да Может быть мы девушке Подарим сумку Да Можно А это кому лучше Ну это там часы Дорогой уже подарок Все обсуждается Все Вот Если У вас уже близкие отношения Да Наверное Можно и часы Если конечно у тебя на это есть деньги Но можно маленький брелочек подарить Или картинку какую-то А потом мы учимся Все это заворачивать Красиво Не подаришь же просто так Надо же бумажку завернуть А потом мы учимся Подбирать эту бумажку Для девочек И для мальчиков Это бесконечное количество занятий Ну не бесконечно Я преувеличиваю Это несколько занятий Которые Вот такие детальные Я почему об этом считаю Важным говорить Потому что Это как раз то Чего не хватает Нашим ребятам Мы же с вами знаем Что С одной стороны С ними работать Не просто А с другой стороны Проще Чем с другими Потому что Как их научил Чаще всего Так они и пойдут Правильно научить надо И вот Вот эти все Правильные вещи Они так и будут У них идти Есть еще один язык любви Прикосновения И их тоже надо Что называется Ну чуть ли не тренировать Проигрывать Мы говорим Если кто-то тебе С кем-то вот Ты Симпатичен И тот не против Это же очень важно Там же чаще всего Достаточно того Что я люблю Значит можно за руку Да Тихонечко пойти Можно обняться Вот можно сидеть Рядышком А с поцелуями Мой коллега Из немецкой Партнерской школы Директор школы Рассказывал Приходит ко мне Делегация И говорит Нам не разрешают Целоваться в школе Мы любим друг друга А нам вообще-то Говорили Нам сделали замечание Сказали Нельзя в школе целоваться А нам учитель говорил Что целоваться Это хорошо Что поцелуй Это когда ты показываешь Что человека любишь Значит наступает Социальный аспект Что школа Это все-таки Ну не совсем то место Где можно так открыто Показывать свои чувства Все-таки поцелуй Это очень интимный момент И лучше Его Вот такой Откровенный Поцелуй Значит длительный Давайте мы будем Все-таки не в школе Этим заниматься То есть Понимаете Каждая ситуация Она неоднозначна И она тянет за собой Цепочку каких-то Норм Социально приемлемых И правил Собственно То что является Нашей с вами задачей Нашей с вами задачей Сделать так Чтобы наши ребята Все Что бы они не делали Они делали Социально приемлемым Способом Чтобы они Себя не ставили В неловкое положение Окружающих Не ставили В неловкое положение И Нас Близких людей Не ставили В неловкое положение Еще один язык любви Это поддержка Да Я помогу тебе Давай вместе У тебя все получится Вот помощь Штаны зашить Сумки поднести Это все Вот Они должны знать Они конечно растут Наши дети И безусловно Многому учатся Но вот Я очень хорошо Помню себя Когда Я только начала работать Для меня было откровением Для меня было откровением С детишками Тогда еще С нарушениями Когда я говорю Девочке Садись Ну она Может ходить Все может Садись А она не садится Я ей говорю Садись А она не садится А потому что Она не понимает Что я от нее хочу А потом пришел Мой сын Ко мне в школу Сел на стол Он был маленький А ему было низко За столом Он так вот оглянулся Увидел книжку Положил себе под попу И нормально сел И я поняла Вот Бывают такие Да Такие штуки Вот оно что А мои ученики Не найдут эту книжку Они не сориентируются Им нужно все 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 Помочь Вот и показать То есть Фраз типа Ты что не понимаешь Не должно быть Тебе что не понятно Я же тебе сказала Это такие глупые фразы Это такие Беспомощные Ненужные В воздух выброшенные Фразы По отношению к людям С интеллектуальными нарушениями Да Не понимает Да Не может сориентироваться Потому что Вот идет развитие Не такое Как обычно мы привыкли Вообще-то Эти фразы Несколько Некорректны Ну а по отношению К нашим детям Это абсолютно Неприемлемые вещи Да Действительно Не понимает И потому Ничего Нет Само собой Разумеющегося Вот Мне кажется Нам Педагогам Это очень важно Знать И понимать Мы должны Нашим Ребятам Показать Все То что нам Кажется Да это же и так ясно Нет этого и так ясно Им надо помочь Это Увидеть Попробовать Когда человек Что-то уже Попробовал Ему в другой раз Будет легче Мы же говорим По отношению К аутистам Да Прострой ему Весь план И он не будет Пугаться А нам с вами Всем будет легче Если мы знаем Что нас ожидает Всем будет легче Я сегодня Восьмидесятый корпус Долго искала Я была так Неуверена в себе Значит Вот А если бы Ну Это такое Ну естественно Ну ладно Этот восьмидесятый корпус Сколько раз Сколько в жизни Там ты встаешь Или ты приезжаешь В чужую страну Ты не понимаешь Ничего Что сейчас С тобой Произойдет И ты такой Неуверенный Тебе так Вот Неуютно А наши ребята Оказываются В таком положении Практически Все время Поэтому Их надо сориентировать Им надо дать Попробовать То что ты Однажды попробовал Второй раз Увидел А вроде как Я это знаю Уже не так страшно Чтобы они не Оказывались В подобных ситуациях Обязательно Надо это делать Сейчас мы Сделаем Маленькую Паузу Секундочку И вот Взрослая Любовь Это конечно Все Не просто Но по крайней мере На уровне Психологическом Да Здесь тоже Можно многое Говорить Что такое Опять Через конкретику Если ты Кого-то любишь А это так важно Ведь Что тебя любят Не мама Не папа А вот Кто-то Вообще Другой человек Который И заботится О тебе И показывает Тебе Знаки Внимания И пусть Это будет Проговорено И покопается В себе Человек Я рад Его Видеть Или Ее Каждый день Мне вот так Хорошо Становится Когда Я вижу Его Ее Я Мне очень Грустно Когда Вот он Не пришел На занятия А я Жду Его У нас В центре Были Два Человека На колясках Молодой Человек И девушка Ну тогда еще Девочка И мальчик Там и было Хотя уже Были подростки 13 лет И вся школа Знала Что у них Любовь Все знали Что Когда наступает Переменка Они в разных Классах были Их надо Поставить Вместе Чтобы они Друг за другом За ручку Держались И когда он Заезжал в школу Он тут же Искал ее Глазами Если ее не было У него сразу Грустнело лицо Все это видели И обязательно Надо было Подойти к нему И сказать Не беспокойся Она Приболела Но все хорошо Мама звонила Там Не тяжело Будет скоро И вот эта Необыкновенная Любовь Вот она вся Там была Вот она Была чудесная И если забегать Вперед Могу сказать Что Это вот та самая Полнота чувств Которая Была счастьем И что такое Хотеть быть С другим Человеком Для кого-то Полное счастье Видеть Другого человека Которого ты любишь Просто держать Его за руку Телек Для кого-то Обязательно Надо спать Вместе с этим Человеком У каждого Свои потребности И свое Представление О счастье О полной любви Вот эти двое В силу своих Физиологических Состояний Оба Там ДЦП Очень сильное было Я Не могу точно сказать Но похоже Что их Физиология Не требовала Вот этих вот Сексуальных Близких контактов Но их Сердце Душа Глаза Требовали Близости Вот рядышком И это Просто мы Окружающие Очень часто Когда Начинаем Думать О том Как же там Вместе Эти двое Будут Да Сразу представляем Себе Все ужасы Включая Постельные Сцены Мне кажется Нам всем Окружающим Надо помнить О том Что У каждого Своя потребность В партнере В тесноте Контакта С ним И очень Многие пары Многие пары Людей С различными Нарушениями Психофизическими Нарушениями Абсолютно Вот Находятся В состоянии Полной гармонии Просто находясь Рядом Друг с другом И Страшилки Общественные Совершенно К ним Не Отношены Об этом Чуть позже Давайте Сделаем Минут 5-7 Перерыв Проветрим Здесь Проветрим Проветрим Продолжение следует...